Добрый вечер, дорогие коллеги. Я первый раз участвую в онкологическом форуме. Я являюсь врачом-дерматовенерологом. И, конечно, если логично продолжить тему предыдущего докладчика, конечно, таргетная терапия, иммунотерапия, дает очень специфические кожаные токсические реакции, которые очень интересны для дерматолога, потому как онкологи дают клиническую модель ингибирования тех или иных молекул. И появляются такие дерматозоподобные изменения, которые интересны для дерматологов, и их коррекция интересна для онкологов. Потому как кожа является не только самым большим органом, но также является вторым по значимости органом иммунной системы. И, естественно, клетки кожи сохраняют свой пролиферативный потенциал, так же, как и клетки крови, так же, как и клетки слизистой оболочки кишечника на протяжении всей жизни. И препараты таргетной терапии так или иначе не могут не воздействовать на кожные изменения, на кожные процессы. И, конечно, интересен, в первую очередь, это рецептор эпидермального фактора роста человека, на который нацелены множество противопухолевых препаратов. Он активирует значительное количество, ну, три из них представлены здесь, сигнальных путей, которые ингибируются. И мы видим, что при ингибировании рядом препаратов возникает акноподобная сыпь. Это, в основном, ингибиторы эпидермального фактора роста. Возникают доброкачественные, злокачественные, питальные и кожные опухоли при ингибировании БРАФМЕК-ЕРК-ПУТИ препаратами ВИМУРАФИНИП-ДОБРАФИНИП и комбинации с МЕК-ингибиторами. Также при ингибировании рецепторов к даталиальному фактору роста возникает ладоноподошенная кожная реакция, которая часто является причиной отмены противопухолевой таргетной терапии. Ну и, естественно, нарушение роста волос, пигментации кожи, которая, в принципе, значительно не влияет на качество жизни. Ну и, в первую очередь, конечно, хочется отметить окнеподобный сыпь, который возникает в 90% случаев у пациентов, которые принимают ингибиторы ИГРФ. И мы сталкиваемся со случаем, когда отказываются онкологи от использования данных высокоэффективных препаратов. Ну и вот такие примеры. Классификация соответствующая данного побочного эффекта имеет 5 степеней тяжести, вплоть до летального исхода, так как осложняется вторичной инфекцией. Если рассмотреть рекомендации, которые нашим онкологам предоставляет российское общество онкологов, то мы видим такой перечень препаратов, которые, в принципе, не очень понятны для онкологов. И, конечно, даже дерматологу тут сложно разобраться, в каких случаях какие препараты являются наиболее оптимальными для коррекции тех или иных побочных эффектов. И, если вернуться, здесь системные антибиотики назначаются при сыпи третьей-четвертой степени, что, конечно, очень странно, потому как именно эти препараты являются хорошими, профилактирующими препаратами для акноподобной сыпи. Мы провели исследование. Тут представлены три группы пациентов, которым назначался доксициклин уже на ранних стадиях развития акноподобной сыпи. Кроме этого, в местную терапию добавлялся в первой группе такролимус, во второй метранидазол и фуцикорт, комбинированный препарат бетаметазона и фузидиевой кислоты. И дальше переходили на фузидин, то есть только фузидиевую кислоту. Мы видим по данным драматологического индекса АКНЕ, что хуже всего действовала комбинация доксициклина с такролимусом наружным. Далее более эффективна комбинация доксициклина с метранидазолом. И наиболее эффективна, конечно, комбинация доксициклина с фуцикортом, то есть фузидиевой кислоты с бетаметазоном. В первой группе мы перевели пациентов на эту схему и добились хорошего результата. Что было подтверждено драматологическим индексом качества жизни, который пациенты нам продемонстрировали. И вот клинический пример. Пациентка до лечения через 10 дней, через 30 дней. И в данном случае пациенту не была изменена, несмотря на тяжесть, распространенность и проследование вторичной инфекции, не была изменена тактика ведения онкологом-химиотерапевтом. Вот еще клинические примеры. До лечения через 7 дней, через месяц, через 3 месяца. До лечения через месяц внизу. Логично вытекают выводы по данному исследованию, что именно эта комбинация оптимальна, как для улучшения клинической картины, так и для качества жизни, так же для продолжения противохолевого курса лечения. Эти же данные были подтверждены параллельно с испанскими коллегами, которые тоже начали назначать препарат доксициклин или миноциклин на второй стадии развития окнеподобной сыпи. Подобные рекомендации сейчас опубликованы и Международным обществом поддерживающей терапии раковых больных, когда мы видим, что даже на уровне профилактики назначается доксициклин в дозе 100 мг 2 раза в сутки. И если эту схему дополнить нашими исследованиями, то мы увидим, что не рекомендуется не только пимикролимус, но и такролимус. То есть это немного противоречит нашим рекомендациям русско. И рекомендуется метронидозол и фузидовая кислота в местной терапии. Дальше паранихии. Тоже очень часто возникает побочный эффект, о котором пациенты молчат, и только дерматологу они могут признаться, считая, что это просто вросший ноготь. Это побочный эффект ингибиторов и GFR, который значительно влияет на качество жизни. И вот что рекомендует русско. Ну то есть в принципе тут пантенол, хлоргексидин, гидрокортизоновая мазь, которая является самым слабым наружным кортикостероидом. И комбинированный препарат гидрокортизон, неумицин, атомицин, такая загадка для онкологов, это пимофукорт. Такое коммерческое название, комбинированное наружного средства с антибиотиками. Международная ассоциация помощи поддерживающей терапии раковых больных рекомендует. Здесь рекомендуют препараты местного лечения и не рекомендуются антибиотики. Ингибиторы кальциниурены рекомендуются. И доксициклин также рекомендуется достаточно на ранних этапах развития этого побочного эффекта. Нарушение роста волос это вообще очень уникальная такая, наверное, такая реакция. Потому что обычно на химиотерапии мы видим лапецию, потерю кожных волос и кожного волосения на коже головы. Тут же мы видим гипертрихоз. Ресницы вырастают до 3 сантиметров. Мы видим зарастание андрогенетической лапецию мужчины кручавыми волосами. И вот такое акноподобное осыпи с изменением структуры волос у женщины на фоне моноклональных антитил ингибиторов НГФР. По рекомендациям ведения побочного эффекта. Здесь также профилактика гидрокортизон и, как вы видите, препараты системного действия антибиотики. Лечение уже выпадения волос миноксидил. Это классическое лечение выпадения волос. При гипертрихозе, конечно, тут мы можем только подстригать. То есть, по сути, коррекция ресниц. Ну и удаление, если это значительно влияет на качество жизни пациента. Ксироз. Многие онкологи относятся к этому побочному эффекту достаточно легкомысленно, я бы сказала. Но если рассмотреть архитектонику рогового слоя, то мы видим, что при ксирозе значительно он повреждается. И, по сути, базальная мембрана, там, где стволовые клетки эпителия находятся, эпидермиса, они становятся беззащитными. И мы видим при соединении вторичной инфекции появление вторичного зуда, от чего очень страдают пациенты, наступают депрессивные синдромы. Ну и, конечно, это можно легко корректировать, если правильно назначить комплексную терапию драматологическую. Вот что рекомендуем. Тут препараты, конечно, местного применения. Масляные ванны, перед назначением даже химиотерапии, таргетной терапии. Дальше добавление смягчающих кремов. Я отметила, что наиболее эффективны в данных пациентах кремы с содержанием мочевины от 10% до 40% на коже с выраженным шелушением. И вот не рекомендуется, если появляется эрозированная эритематозная кожа, потому как это может быть раздражение. И, конечно, запущенный сироз ведет к трещинам кожи, которые плохо поддаются терапии. Об этом и в рекомендациях мы пишем, и разрабатываем, которые сейчас мы разрабатываем с точки зрения дерматологов. Использование крема малоэффективное, поэтому, конечно, до трещин лучше пациентов не доводить. Кожный зуд – одна из самых сложных проблем для лечения дерматологами. Поэтому тут идет такой междисциплинарный подход, и используются препараты различные. Не рекомендуется априметант, который используется с противорвотной целью, потому как он усиливает кожный зуд. А вот препараты габапентин и доксепин. Доксепин является препаратом-антидепрессантом. Он, к сожалению, сейчас у нас пропал в аптечной сети, но работает очень неплохо. И габапентин, который является антиэпилептическим препаратом. То есть он используется в небольших дозах при нейропатической боли и в то же время оказывает противозудный хороший эффект. И если посмотреть на рекомендации, которые я выделила, ABC, мы видим, что в основном в рекомендации международные перенесены данные из исследований, которые характерны для лечения кожного зуда на фоне стандартной химиотерапии. И только A, вот в одном случае, где габапентин, там говорим о исследованиях именно кожного зуда на фоне ингибиторов EGFR. И, конечно, один из самых таких серьезных побочных эффектов – пальмарно-плантарная эритодизостезия. Это ладонно-подошвенный синдром, который на классическую химиотерапию возникает, и ладонно-подошвенная кожная реакция на таргетную терапию. Это классический ладонно-подошвенный синдром на классическую химиотерапию. И вот такая ладонно-подошвенная кожная реакция, которая отличается от ладонно-подошвенного синдрома, потому как очень быстро развиваются пузыри и ограничения не только повседневной активности, но и самообслуживания, потому что пузыри возникают и на руках. Классификация – три стадии. Лидером по возникновению ладонно-подошвенной кожной реакции является сарафинип. Ну и линвотинип, новый препарат, тоже дает достаточно частую кожную реакцию в виде ладонно-подошвенной кожной токсичности. Если рассмотреть рекомендации, которые представлены различными ассоциациями, мы видим, что уже на второй стадии развития, то есть при появлении первых пузырей, рекомендуют снизить дозу на 50%. И вот то же самое в наших рекомендациях при ЛПС второй и третьей степени, необходимо прервать прием препарата до снижения. Конечно, это очень странно, потому что, в принципе, дерматологи могут корректировать данную побочную реакцию. Мы провели исследование, взяли 27 пациентов, и в контрольной группе использовали альфа-липовую кислоту. Этот препарат мы добавили, потому как параллельно с развитием ладонно-подошвенного синдрома у пациентов возникала полинейропатия. И невролог рекомендовал очень часто данный препарат, потому как, в принципе, пальмарно-планетарная эритродизостезия уже подразумевает нарушение кожной чувствительности. И добавили препарат, содержащий кольцепатриол, это аналог витамина D и бетаметазон. И сравнили с контрольной группой, которая чаще всего назначается онкологами, крем с поддержащим очевидным и чистый бетаметазон. Получились результаты, которые были опубликованы в журнале эндокринной хирургии в 2018 году. Это наши группы. Результаты исследования были доказаны по использованию Investigative Global Assessment, то есть индекса исследователей в бальной оценке. И мы видим, что клиническая картина, конечно, значительно быстро регрессировала на фоне использования нашей схемы в сравнении с контрольной группой. И что подтверждено было визуальной шкалой симптомов, которые пациенты отмечали, это было обработано статистически. И мы видим, что достоверные данные между этими группами были по всем клиническим проявлениям. Кроме того, посчитана корреляционная связь дерматологического индекса качества жизни и клинических проявлений ладонно-подошвенной кожной реакции. И мы видим, что эритема, боль в жжении и простезии наиболее коррелировали с дерматологическим индексом качества жизни. И вот клинический пример, один из последних наблюдений. За неделю мы полностью купировали ладонно-подошвенный синдром. То есть отменять линдовотенип не пришлось. Ну и, соответственно, выводы. И я благодарю за сотрудничество коллег, которые направляют пациентов. И готовы к дальнейшему сотрудничеству. Спасибо за внимание. Спасибо большое вам за прекрасное сообщение. Мы взглянули на проблему, которая нас, безусловно, лунует с другой точки зрения. И мне кажется, эта точка зрения очень полезла для нас, для онкологов. Мы теперь будем больше уделять внимание кожной токсичности и лечению этой группы пациентов. Коллеги, есть ли у кого-то вопросы? Если они есть, я предлагаю их оставить на потом, обсудить в кулуарах. И, Замирахмедовна, подведение итогов. Продолжение следует...